Кэндал Джонсон вспомогательный персонаж в игре Гетасан Андрес. Она является родной сестрой Карла Джонсона, Шона Джонсона и покойного брата Брайна Джонсона, а также является еще и невестой Цезарева Лепанда, как в будущем оказалось. Кэндал Джонсон родилась в Лос-Антосе, и всю свою юность прожила со своей матерью и тремя братьями Джонсонов, в своем шикарном доме на Грув-стрит в Гентоне. Она была единственной дочерью в семье, поэтому ее любили больше, чем остальных трех братьев. Она много жаловалась на их не совсем хорошее поведение, за что им конкретно попадало. В 87-м году наступила несчастье на семью Джонсонов, в результате которой погибает самый младший брат семейства Брайна. С этого все и начинается. Развалы в семье, недопонимание, обвинение до друга в смерти юнца, но больше всего досталось Карлу, ведь именно он был свидетелем гибели Брайна. Что тут вскоре и покидает родной Лос-Антос и переезжает в Либерти Сити, полностью спустив все связи с семьей на нет. Кэндалл и Свит остаются в итоге одни и помогают своей матерью не сойти с ума о потере двух сыновей. Годы идут, а Кэндалл не находит любви и поддержки среди своих, и она находит принца на красной саванне на стороне враждующей группировки Warriors Loss of Stacks. Влюбляются в его... Она продолжает с ним встречаться вплоть до 92-го года, но опять же, семья Джонсонов уже второй раз получает подачу со стороны судьбы, в этот раз умирает мать в случае неудачного покушения на Свита. Кэндалл в этот момент была в соседнем доме, когда это произошло. После услышанных выстрелов она бежит к своему дому, вся в слезах, но Свит останавливает ее, не позволяя ей ужаснуться над ужасной картиной с ее матерью. Она посещает похрен вместе с братками из грув, в этот же день прилетает богом забытый Карл Джонсон и провожает мать в последний путь. Кэндалл рада возвращению братца Карла, но особо с ним в диалог не входит, так как ее волнует ее бойфренд Цезарь. На что снова на этой почве возникает конфликт с ее старшим братом Свитом. Карл позже уступает в спор брата и сесты, где Кэндалл критикует и называет Свита расистом, из-за того, что он не особо рад ее отношениям с Цезарем, а Шон в свою очередь называет свою сестру шлюхой. Такие дела. Кэндалл, собрав свои вещи, направляется к Цезарю на станцию Юнити. Шон говорит Карлу, чтобы тот следовал за ней, чтобы узнать, что за фрукт этот самый Цезарь. Карл слушает своего старшего брата и по итогу выигрывает соревнования лоу-райдеров, доказывая всем, что он не из робкого десятка. Разумеется, Цезарь не может оставить это без внимания, тем более понимая, что победителем оказывается родной брат его возлюбленной. В этот момент он и старается наладить с ним хоть какие-то отношения, проговаривая о том, что он очень сильно любит Кэндалл и у них все серьезно. Карл это понимает и почти дает добро на их союз. Ну, сердцу не прикажешь, как говорится. После переполоха в Лос-Антосе Кэндалл продолжает быть с Цезарем, даже после ареста старшего брата. А также все связано к тому, что семье Джонсонов пришлось покинуть свой родной дом в связи со сложившимися обстоятельствами. Новый альянс, состоящий из балла Сваго с русской мафией и подразделения Краш, берет контроль над территориями банды Цезаря, заставляя влюбленных сбежать в Angel Pain, небольшое поселение на окраине Сан-Андрес, где они после встречаются с Карлом и вдвоем убеждают Цезаря не возвращаться в Лос-Антос, заявив, что не особо хочется терять единственного союзника. Разумеется, у Кэндалл совсем другие побуждения. Ну, они типа встречаются и все такое. Позже, как только Карл выигрывает гараж Сан-Фьерро, он тут же звонит Цезарю, чтобы тот привез его сестренку к нему, где он собирается начать ведение своего бизнеса. Но не все так гладко, как могло показаться. Карл не очень доволен тем, что он выиграл, гараж был просто ужасен. Но Кэндалл переубеждает его, мотивируя тем, что это вполне неплохой стартап. По итогу Карл берет свои яйца в кулак и начинает вести бизнес вместе со своей сестренкой. Кэндалл весьма серьезно подходит к развитию бизнеса и не допускает поблажек, лени и тому подобное. Незаметно для сюжета и для нас, Кэндалл встречается с Вузиму из Триад и помогает ему с ведением бизнеса в казино 4 дракона, прослушивание разных людей для развлекаловки в казино. Там же она и знакомится со звездой Мэтт Догом. Возвращение в Лос-Антос. Семья Джонсонов воссоединяется воедино в особняке Мэтт Дога и все вместе наблюдают за итогами суда над Фрэнком Темпени, коррумпирующего лидера Краш. Но суд опрадывает Темпени и в городе начинается хаос. Примерно в это же время Цезарь спрашивает Карла, будет ли свит против брака с его сестрой, хотя этот вопрос так и остается без ответа. Кэндалл и Цезарь, в то время как Карл расправляются с всеми оставившимися врагами, отправляются в дом Джонсонов, где по итогу начинают обсуждать свои дальнейшие планы на жизнь. И все вроде бы у них хорошо. Скорее всего им даже удалось пожениться, но это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok